Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока — «Растения. Группы растений». Я люблю побродить по зелёной стране. Здесь друзей заводить очень нравится мне. На сюрпризы гораст молчаливый народ. И за то, что отдаст, ничего не берёт. В той стране благодать, удивительный свет. Вот бы нам разгадать, в чём тут главный секрет. Загляни-ка со мной в эту славную жизнь. И с зелёной страной навсегда подружись. Ребята, сегодня на уроке мы будем говорить о растениях, их разнообразии, внешнем строении и условиях жизни. Узнаем, в чём сходство и различия между деревьями, кустарниками и травами. Растения очень отличаются друг от друга. Но как бы они ни различались, каждое из растений относится к одной из трёх групп. Деревья — обычно крупные растения, самые высокие в лесу. У дерева имеется единственный ствол, который растёт и в длину, и в толщину, быстрее других ответвлений, сучьев и ветвей, которые составляют крону. Все вы знаете такие деревья, как берёзу, осину, липу, дуб, клён, ясень. Среди деревьев есть настоящие великаны, например, эвкалипты, достигающие высоту более 100 метров. Деревья бывают лиственными и хвойными. Ниже деревьев в лесу растут кустарники. Кустарники отличаются от деревьев тем, что ствол у них начинает ветвиться почти у самой поверхности почвы, и его трудно распознать среди ветвей. Поэтому кустарники имеют не один ствол, как деревья, а несколько стволиков, отходящих от общего основания. Один стволик кустарника живёт в среднем от 20 до 50 лет, но постоянно образуются новые, которые сменяют старые стволики. Широко распространены кустарники орешник, сирень, жимолость, бузина, крушина, бересклет. Ниже кустарников в лесу находятся травянистые растения или травы. Травы или травянистые растения имеют, как правило, зелёные сочные стебли. Они почти всегда ниже деревьев и кустарников. Но банан, например, достигает высоту 7 метров, а некоторые борщевики бывают выше роста человека. Существует крошечное травянистое растение, на поверхности водоёмов живёт рязко, размер каждого растения несколько миллиметров. Все растения похожи между собой своим строением. Давайте поговорим об этом подробнее. Части растения это корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Все эти части есть у травянистых растений, кустарников и у деревьев. Рост растения начинается с корня. С помощью корневых волосков растения получают из почвы воду и растворённые в ней питательные вещества. Корни укрепляют растения в почве. У старого многолетнего дуба корни уходят вглубь земли на 15 и более метров. У берёзы и ели корни прорастают не так глубоко. Стебли разных растений не одинаковы. У травянистых растений стебли мягкие, сочные. У деревьев и кустарников твёрдые, одревесневшие. Верхушка говорила с похвальбою. «Моя обитель небо голубое, а ты, о корень, житель подземелья! Но корень возмутился, пустомеля, как ты смешна мне со своей спесью, не я ль тебя вздымаю к поднебесью!» Разнообразны и листья растений. Листья, например, сосны и можжевельника называются хвоей, а сами эти растения хвойными. Удивительны листья кувшинки Виктории, растущие в Южной Америке. Они бывают около двух метров в диаметре. Такой лист выдерживает большой груз и не тонет. Цветки растений тоже разнообразны по своей окраске, форме, размеру. Из цветка растения образуется плод. Плоды разных растений не похожи между собой, но они всегда образуются на месте цветков. В плодах находятся семена. Плоды защищают семечко от повреждений, замерзания и засыхания. Семя дает жизнь новому растению. Некоторые семена могут сохраняться и прорастать через 10, 20, 40 и даже 100 лет. На какие группы мы разделили растения? Все растения делятся на три большие группы деревья, кустарники и травы. У всех групп растений одинаковое строение. Это корень, стебель, лист, цветок и плод с семенами. В природе столько красоты, вглядись и ты поймешь, зачем расистые кусты окутывает дрожь, куда журча ручей бежит прозрачнее стекла, о чем под вечер в поле ржи поют перепела, пусть станет сердцу твоему понятна птичья речь, и ты научишься тому, как это все беречь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин